Благодарю вас. 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 Киевский режим, инвестиции Вашингтона в свои эгоистичные интересы сдерживания России и решение собственных проблем за счет других, включая устранение экономических конкурентов, прежде всего в лице Европейского Союза. Несмотря ни на что, ЕС продолжает покорно играть отведенную ему незавидную роль, вынося основную тяжесть последствий украинской авантюры США и смиренно отказываясь от тех форм экономического партнерства, которые десятилетиями обеспечивали процветание Евросоюза. Впечатление таково, что ЕС отбросил первоначальные цели своих создателей о повышении благосостояния граждан стран-членов и превратился во многом усилиями брюссельской бюрократии в агрессивный геополитический проект. Говоря о судьбе ОБСЕ, нельзя не остановиться на человеческом измерении. Эту корзину наполнили большим набором обязательств, адресованных, подчеркну это особо, всем странам-участницам. Однако и здесь стоят проблемы равноправия и объективности. БДИПЧ без каких-либо правил и процедур нацелила свою работу исключительно на странах к востоку от Вены. На выборы наблюдателей ОБСЕ едут с подготовленными заранее заключениями. При этом БДИПЧ закрывает глаза на многочисленные нарушения прав человека на Западе. Московский механизм с ангажированными экспертами тоже старательно отрабатывает политический заказ. Представитель по вопросам свободы СМИ молчит, когда репрессируют незападные средства массовой информации. Уже который год не можем согласовать повестку дня обзорного совещания по человеческому измерению, в том числе из-за того, что некоторые делегации упорно препятствуют включению в нее проблемы неонацизма. Это при том, что в Европе, в первую очередь на Украине и в Прибалтике, наблюдается всплеск нацистской идеологии и практики других форм расовой и религиозной нетерпимости. Восхваляют гитлеровских коллаборационистов, сносят памятники воинам-освободителям, закрепляют эти преступные действия законодательно. Правящий в Киеве неонацистский режим перещеголял даже страны Балтии в своих действиях по законодательному искоренению всего русского. Отрицается само существование русских. Их решающий вклад в историю Украины. Людям запрещают общаться, читать и учиться на родном языке, иметь доступ к русскоязычным СМИ и культуре. Фактов предостаточно, а ОБСЕ и ее профильные институты молчат. Молчали и тогда, когда из откровенно дискриминационного законодательства о так называемом государственном языке киевский режим сделал исключение, но только для языков Евросоюза, а не для русского. Причем промолчал и просвещенный Брюссель, никак не высказавшись о необходимости уважения многочисленных конвенций ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы, Гарантирующих равные права всем национальным меньшинствам. На днях председатель Верховной Рады Стефанчук на голубом глазу заявил, что никаких русских меньшинств на Украине нет и быть не может. Это цитата. Судя по всему, глава украинского парламента никогда не читал следующий текст. Я цитирую. Гарантируется свободное развитие и защита русского, других языков нацменьшинств. Государство содействует консолидации нации, развитию ее исторического самосознания, традиции и культуры, языковой и религиозной самобытности всех нацменьшинств. Не допускается сужение содержания прав и свобод. Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, политических, религиозных и иных убеждений. Гарантируется право обучения на родном языке. Конец цитаты. Это лишь небольшая часть из действующей Конституции Украины, которую никто не отменял и на которой под аплодисменты Запада приносил присягу Зеленский, а до него Порошенко. Но все опять молчат и ОБСЕ, и Венецианской комиссии, и Евросоюз, и Соединенные Штаты, не замечая надругательства над основным законом Украины. Под это молчание и при поощрении Запада киевский режим развязал омерзительную кампанию против украинской православной церкви, включая захваты храмов, гонения на верующих и физические расправы над священнослужителями. Обращаю особое внимание, все эти преступления против прав человека начались не в феврале 2022 года, а сразу после кровавого госпереворота в феврале 2014, когда неонацисты захватили власть, разорвав подписанные накануне соглашения об урегулировании под гарантией Германии, Польши и Франции, которые быстро смирились с этим унижением. На этом фоне поразительно по своему цинизму заклинание брюссельских руководителей о том, что Зеленский во всех своих действиях защищает европейские ценности. Теперь еще хотят в ускоренном порядке открыть для киевского режима двери в Евросоюз. Как говорится, нацистов принимаем вне очереди. Стыдно. Возникает вопрос, зачем нам ущербные правозащитные институты, которые превращаются в инструмент тех, кто взял курс на приватизацию секретариатов международных организаций под свои нужды. Каким интересом общеевропейской безопасности и сотрудничества служит такая вот ОБСЕ? Нынешняя ситуация – прямое следствие настойчивых попыток наших западных соседей обеспечить свое доминирование, беззастенчиво используя ОБСЕ для агрессивного продавливания узкокорыстных интересов и сознательно разрушая основополагающий принцип консенсуса и саму культуру дипломатии. Любому неангажированному человеку понятно, что серьезно и по-честному решать вопросы европейской безопасности так не получится. Однако западная столица с завидной одержимостью добивают шансы ОБСЕ на возрождение. Уже создали европейское политическое сообщество без России и без Белоруссии. Тем самым прочерчена еще одна разделительная линия на нашем континенте, разрушающая пространство ОБСЕ. Инициаторам этой затеи следовало бы крепко подумать о том, как их дечище соотносятся с теми благородными идеалами, которыми руководствовались отцы-основатели хельсинского процесса, да и авторы Парижской хартии для новой Европы. Коллеги, традиционно выступление на наших совещаниях принято завершать на оптимистичной, положительной ноте. Однако сейчас особых поводов для оптимизма нет. ОБСЕ, по сути, превращают в предаток НАТО и Евросоюза. Организация, давайте признаем это прямо, находится на краю пропасти. Встает простой вопрос, имеет ли смысл инвестировать усилия в ее оживление? Сможет ли она когда-нибудь адаптироваться к объективным реалиям мирового развития и вновь стать площадкой для рассмотрения проблем региональной безопасности на основе принципов Хельсинского заключительного акта, прежде всего принцип равенства всех стран-участниц? Пока вопросов гораздо больше, чем ответов. Но тем временем жизнь не стоит на месте. Процессы евразийской интеграции и равноправного сотрудничества на основе честного баланса интересов развиваются на нашем континенте в конструктивных форматах, независимо от все более глубокого погружения ОБСЕ в навязанную ей конфронтационную повестку. Благодарю за внимание.